Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Продолжение следует... 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 Но в общем случае можно сказать, что каждому системному вызову соответствует некоторая API-функция, которую уже используют разработчики программного включения для того, чтобы организовать какую-либо функциональность. Ну и в случае, если с операционной системой Windows, там этот процесс несколько более, еще более, скажем так, расширен. Это не просто некая одна стандартная библиотека. Это библиотека NT3L, которая реализует непосредственно системные вызовы ядра NT1S1. На дне есть еще одна библиотека, Гернел 32DLF, которая соответственно реализует уже более высокую уровню функции для публики. И еще есть ряд библиотек, которые в свою очередь по уровню распределяют всю функциональность. И, соответственно, делают ее по-модрую. Чтобы не делать одну громадную библиотеку Lipsy, которая делала Lipsy. Но это мы все потом подробно посмотрим. Я просто сейчас говорю вам для понимания, для информации. Естественно же, как и с любым набором функций, естественное желание, которое возникает у многих разработчиков, прикладного программного включения, возникает желание ввести некоторый стандарт на IT-системные вызовы, на API-функции, чтобы им не приходилось переделывать свое программное включение с каждым изменением вот этого набора API-функций. Как только разработчик операционной системы здесь что-то изменит в этом наборе функций, то сразу прикладное программное включение перестает правильно работать. Так как изменяется либо количество параметров, либо порядок, то есть номера этих системных вызов, либо что-то еще. Поэтому исторически первым был стандарт OSIX, который реализуется многими архитектурами на самом деле. Это и ядра Unix, это и Linux, и многочисленная семейство других операционных систем. И даже, как мы видели из первого слайда, Windows NT также реализовала этот стандарт. И в ReactOS у нас тоже есть своя предсистема, которая реализует этот стандарт. Ну, сам по себе стандарт был принят достаточно давно, когда были требования к самой работе компьютера. Несколько другими. Он был изначально принят еще в то время, когда графическая среда взаимодействия не была. Настолько популярно, может быть, ее не было вообще. А стандартом, де-факто, было взаимодействие с компьютером через терминал, то есть через ввод текстовых команд и получение обратной информации в текстовом виде. Вот для этого он прекрасно справлялся. Ну, сейчас есть уже новые редакции, были приняты, которые включают в себя достаточно много повышений на совершенстве, пожалуйста. Ну, а второй стандарт, хотя, может быть, для многих это станет неожиданностью, если кто-то интересовался этим вопросом, но VIN API, который является, по сути, своим стандартом де-факто для более чем 4 миллионов прикладных программ, Вин API также был скандартизован. Достаточно давно. Это стандарта OCMA 234. Дальше дело подошло. Это была еще первая версия VIN API, которая была VIN 16. VIN 32 API уже официально не станет завернался. Но Microsoft и так поддерживалась всегда в ее лучшем бизнес-интересах для того, чтобы соблюдать обратную совместимость. Поэтому сама даже потребность стандартизации от BAU, потому что они никогда не меняли VIN 32 API, так как это привело бы к тому, что программы просто перестали работать и платформа потерялась. Поэтому они всегда, что исторически столь важны с точки зрения Microsoft, так и то, что программный интерфейс VIN 32 API практически никогда не менялся. Он только дополнялся новыми функциями. Дополнялся новыми индиотеками, предоставляющими какую-либо расширенную функциональность. Но основа, как раз говоря о том, что если взять какую-нибудь древнюю программу, написанную VIN 32 API, скажем, как минимум десятилетней давности, то хоть и Windows 7, хоть и Windows 8 мы ее можем запустить, и она будет работать. Это вот такая ядра и неожиданность в том плане, что при отсутствии синтартизации. В мире Unix и Unix это было названо за счет того, что стандартный жестко регламентируется POSIX, а все уже нестандартные вещи, они были специфичны для каждой инстрибутировки. Так вот, как выполняется системный вызов? Ну, как я уже говорил, он определяется номером, вызывающий процесс передает номер того системного вызова, который ему необходимо выполнить. А в операционной системе есть таблицы, указательные функции, которые являются обработчиками системных вызовов. Ну и поэтому соответственно номер этого системного вызова это индекс в этой таблице. Вы в рамках курса выполняли самостоятельный вызов, системный вызов? Или только про него, скажем так, слышали теоретически, да? Мы обработчики прерывания писали, которые похожи на именции достаточно. Ну, это не совсем то. Нет, про таблицы, но так тоже есть. А что это? Действие прерывания. Отчасти можно сказать, да, что вызов программного прерывания тоже состоит по новому, да, я согласен. Ну, хорошо, мы все это посмотрим в действии, как оно выглядит, как новая лабература работает. Ну, а если схематично, то можно посмотреть, как это осуществляется таким образом. Вот. Здесь у нас ядро. В данном случае это мы рассматриваем архитектуру NT, то есть это либо Windows Nubile или Artis. Программа, допустим, ей нужно создать некоторые события. Вызывается функция библиотеки NTDL, API функция NTDL. Она осуществляет системный вызов в ядре с неким номером, условно, скажем, что номерами. Соответственно, осуществляется механизм системного вызова. Их есть несколько, мы детально рассмотрим потом, что я сейчас не понимаю. Но и детро в своей табличке системных вызов по вот этому индексу находит указатель на функцию и, соответственно, выполняет ее. Вот она уже здесь, функция в ядре. Вот эта вот, казалось бы, простая вещь является основополагающим механизмом работы любой торсовой системы. И с вот этой вещью надо будет как следует разобраться и понимать, как это осуществляется, зачем, какой переход, как вот здесь это отображается, что такое стек вызова и все проще. Все вот это нам очень пригодится. Итак, ну, вызывая системный вызов, выполняя системный вызов, хотелось бы не просто его выполнить, а передать какие-то параметры. Как мы понимаем, что системный вызов – это несколько иное, чем просто вызов очередной библиотечной функции, поэтому существует несколько вариантов исторической дневной разработки, каким образом передавать параметры. Ну, все на самом деле просто, опять-таки, зависит от того, как это реализовано, в какой операционной системе и с какими целями все это сделать. Вообще говоря, есть три классических метода передающих параметра. Во-первых, это через регистры. Если у нас системный вызов принимает не так много параметров, а буквально один или два параметра, то, в принципе, самым оптимальным решением с точки зрения производительности будет передать его через систему. Такой же механизм есть в вызову функции, он называется «пост-клон», если кто-то этим интересовал. Ну, понятно, что какие характеристики передачи параметров через регистра – это то, что параметры сохраняются в самих регистрах, через них передаются, и то, что их очень ограниченное число в силу специфика аппаратного обеспечения. Извините, пожалуйста, один или два параметра все-таки надо через регистры делать или через стек, или через стек сейчас отказали? Нет. Если у нас есть один, если мы можем принять один или два параметра, то на эти цели обычно используется механизм, передающий из регистра. Вы просто через стек сейчас отказали? Да, да, да. Я сейчас именно только через регистра. Потом, если нам не хватает, если нам можно принять большее число параметра, то есть два варианта, соответственно, легко придумывать. Это, во-первых, либо поместить их в некий временный буфер, который доступен из режима ядра и из режима пользователя, и, соответственно, в режиме пользователя записать туда данные, а в режиме ядра уже заглобочить это системный вызов, читать их и, соответственно, использовать. Так же передать данные назад. Такой механизм реализован в операционной системе Linux. Механизм передачи через фабрики. Ну и механизм передачи через стек — это, наверное, наиболее самый классический подход, как это делается при вызове обычных библиотечных функций. Это поместить параметры в стек, а, соответственно, функции обработчика системного вызова их откуда вводят. Ну так реализованы, соответственно, у нас в операционной системе Linux и в некоторых функциях некоторых системных вызовов операционной системы Linux. А часть из них может использовать и быстрый доступ, это через регистра. Итак, с механизмом системных вызовов, я думаю, все достаточно просто и понятно. Если по нему нет никаких вопросов, то переходим уже дальше непосредственно к самой теме того, что мы сегодня будем рассматривать. Это архитектуру современных операционных систем. Как вот это все спроектировать, как все вот эти обработчик системы прорвать, как реализовать все вот эти вот менеджеры, которые мы в прошлом лет все упоминали, это менеджеры памяти, процессов, ресурсов, вводов и всего-всего-всего еще проще. Как вот это все сделать так, чтобы оно не было некой кучей, которую невозможно разрабатывать. Ну, на самом деле это верно для любого программного продукта, большого, который разрабатывается. Поэтому здесь нет ничего такого нового в плане того, что нужно как-то структурировать. Поэтому это было всем ясно и попытки начали предприниматься уже вот с тех уровней исторического развития, как это было раньше. Ну вот, что касается того, что мы кратко скажем, к чему сейчас пришли. Что сейчас? Это, скажем, подход, разработка ядра как микроядерная архитектура. Это много по точности, это симметричная мотивопроцессорность, виртуализация и распределенная операционная система. А вот что скрывается за вот этими интересными переговорами, мы сейчас посмотрим. Итак, вообще говоря, архитектура ядра. Почему именно ядро? Это самый ключевой, основной компонент операционной системы. То есть в нем, в этом ядре реализуется большая часть функциональности. Условно скажем так. Ну и поэтому появились различные подходы к проектированию и реализации. То есть это, в порядке их исторического применения, это монолитное ядро. Дальше это полуровневый подход. Затем это микроядро и модуль ядра. Ну они тут взаимозаменяемо, взаимодеполняемо. Дальше хотел сказать, что я буду использовать вот эти два термина, то есть в описании по уровню подхода. Как слои и уровни, взаимозаменяемые. Поэтому, как я буду говорить, что у нас там этот слой сделан так, а над ним есть следующий верхний уровень, то я на самом деле говорю про один и тот же структурный блок. Итак, начнем с самого простейшего. Как исторически начинать? Исторически, как и в любой, наверное, первой версии, в одной из структуре, давайте сделаем как-нибудь, чтобы оно работало. Это, конечно, не очень хорошо. Но исторически оно появилось так, как в операционных системах, когда вот еще только все это начиналось, да? Никто не знал, как оно будет дальше продолжаться, как оно будет развиваться, в чем он придет. Поэтому вот все это развивалось эволюционным путем. Вначале сделали одну гриотеку, вначале вторую, потом третью, потом все это стало большое. Потом захотелось это какую-то структурировать, чтобы это можно было как-то поддерживать, не копаться в этом всем разбираться. И поэтому мы это и рассматриваем в таком порядке. Сейчас тоже не факт, что настолько всем известно, как мы будем в будущем с этим, как это будет разрабатываться. Вот мы сейчас это все посмотрим. Итак, первое. Монолитное ядро. Слово, я думаю, понятно. Когда все вместе. Один монолит. Все, скажем так, библиотеки, сервисные функции и все остальное, в одном блоке, в одном проезжении ядро управляются. Первая операционная система такой подход использует. В принципе, этот подход жив до сих пор. Я потом пояснил почему. Потому что у него есть некоторые преимущества. И вот операционная система класса Unix использует до сих пор этот подход. Ну вот, если вы выделите некоторые минимальные функциональные вещи в монолитном виде, то оно содержит это. Планирование процессов, управление файловой системой, сетевое взаимодействие, драйвер, управление памяти. Ну то есть вот все такие базовые элементы, которые мы в прошлый раз касались уже. То есть ничего здесь нового не появилось. Преимущество это то, что за счет того, что количество переключений контекста из режима пользователя в режиме гидра сведено к минимуму. Поэтому преимуществом является производительность. Недостатком является то, что все вот это вот, перечисленное вот здесь вот, и еще всеобъемлющее вот это пушат всего и т.д. Выполняется в режиме ядра. Поэтому если хотя бы в одном из модулей, блоков ядра произойдет какой-либо сбой, то ему будет подвержена вся система, все ядро. Здесь никаких вариантов уже быть не может. То есть если вот эта вот единственная маленькая часть всего здорового ядра произойдется, то в итоге все заканчивается достаточно печально. перезапуском всего. Поэтому мы сейчас дальше рассмотрим, какие были предприняты попытки исправить данную ситуацию. Ну вот, казалось бы, простейший подход монолитный. То, что первые операционные системы были монолитными, как я сказал уже. Определенной структуры эти операционные системы не имели. То есть это, условно говоря, был большой набор различных сервисных функций. Никакого деления на слои, уровни не было. Модулей также не было у первых монолитных операционных систем. Но, естественно, это уже начиналось, как я уже сказал, из того, что они были простые, небольшие. Потом они дописывались, дописывались, дописывались до того, как они разрослись уже до такого большого массивого уровня. К примеру, в монолитную операционную систему можно привести классический МСДОС, который встречается в использовании, еще даже до сих пор его можно увидеть, не где используется. Основными, скажем так, факторами при разработке МСДОС это было то, что нужно больше функциональности и занимать меньше места операционной системе. Это было важно, так как адресные пространства были достаточно маленькие. Поэтому все помнят, что разработчики и идеологи операционной системы МСДОС сказали, что 640 кБ оперативной памяти хватит всем надолго. Но, как известно, несколько ошиблись, видимо, учитывая сегодняшнее реальное 64 ГБ агрессивное пространство и поле, то, видимо, что-то здесь было не так. Разделений на уровни в операционной системе МСДОС не было, поэтому программы могли работать напрямую с оборудованием, могли вызывать драйверы, так называемые. Вот сейчас это хорошо можно заметить. Вот если МСДОС посмотреть в таком виде, то там была возможность выполнять обычные прикладные программы, была такая резидентная программа, и было такое понятие, как драйверы устройства, и еще было драйверы устройства в вирусах. И вот это вот все вызывало друг друга, как хотело, в какую угодно последовательность. Прикладное поло могло работать напрямую, вызывая вирусовские функции. Оно могло вызывать президентную программу, в которой, в свою очередь, могли вызывать драйверы устройства, которые были с одной стороны МСДОС. Все вот это некоторым образом работало, но практически все это уже было достаточно сложно, и разрабатывать драйверы для МСДОС было таким интересным занятием. Дальнейшее развитие монолитных подходов. То, что захотелось выделить некоторые, как бы они даже здесь видны, то, что определяются некоторые уровни. Хорошо было бы это сделать так, чтобы вот этот уровень никто бы не смог трогать без вопроса вышестоящего. Сделать такую иерархическую структуру. Это было бы очень здорово. То есть это позволило бы улучшить саму разработку операционной системы, чтобы ввести вот этот вот иерархический подход. В любом случае все бы эти уровни работали в режиме ядра, но тем не менее с точки зрения разработчика это было бы уже гораздо более удобно. Есть, были, вернее, такие операционные системы, которые использовали этот подход. Ну, сейчас они звучат достаточно как некое ретроспектива, но были такие операционки, как Multics и Vax VMS, которые действительно были построены на этом подходе и работают. Алексей, а вот это самое, введите пример, какое преимущество это разбиение на уровне дает пример? Ну, пример достаточно простой. То есть можно было все эти уровни, независимо друг от друга, отлаживать, заменять и как-то распределять разработку. То есть, допустим, возьмем простой программный продукт, любой большой. Его никогда не пишет один человек, так как это нереально сложно. Работа должна разделяться. Если в этом программном продукте все взаимосвязано, то даже никакого разделения на команды разработчиков быть не может. Потому что из-за того, что все взаимосвязано, нужно постоянно обладать всем уровнем экрана по всей системе. Это было жутко неудобно. То есть, производить разработку – это была большая проблема. Поэтому, когда разделяются на некоторые логические уровни, то эти уровни уже можно разрабатывать отдельно и иметь четкую иерархию. Например, допустим, есть у нас там уровень драйверов. Он четко определён, какие у него есть точки входа от вышестоящих уровней, и определены точки выхода, где он обращается к ниже стоящему уровню. Поэтому это, по сути, слои являются, скажем так, отдельной частью этой системы, которую можно было нормально разрабатывать, которую можно было перерабатывать, выпускать новые версии, не затрагивая вот это всё. Допустим, вот если мы сейчас ведём речь о, скажем так, реактосе, допустим, там около 5 миллионов строк исходного кода. Если бы эти 5 миллионов строк исходного кода были все абсолютно полностью взаимосвязаны и никак не разделены, то вы сами понимаете, да, то, что вот если даже вы делаете лабораторный, там, я не знаю, какого размера они достигают, может быть максимум, что там тысяча строк исходного кода, это уже достаточно тяжело. А когда речь идёт о миллионах строк исходного кода, то это может просто держать их всех в памяти становится сложно. А если ещё и распределять работу, как я говорил, на многие команды, то это вообще нереально. Ну это ты говоришь, так сказать, вообще просто о пользе декомпозиции программы аппарата для моды. А тут и рак, почему и рак? Я же могу по-разному разбить. А, да-да-да, правильно. Разбиение у нас есть, я как раз дальше хотел об этом сказать, два варианта. Либо на иерархическом модуле, это было на иерархические слои, то есть по-моему разбиение. А следующим стал модуль, то есть ещё на шаг больше уже те модули, которые могут, скажем так, в рамках одного слоя появляться. Таким образом, мы уже можем ещё дальше поделить. А то есть кин-система, вот, типа вот VaxMX, VMAX и прочим, там, если падал один из уровней, то всё равно всё падало? Конечно. То есть разделение было чисто локировое? Разделение чисто для того, чтобы процесс разработки и дальнейшее сопровождение было лучше. А в Unix современном комплекта там вроде тоже всегда говорится, что там уровни и общего. Да. А Unix он использует модульный подход. То есть, в принципе, достаточно... Ну вот, если, кстати говоря, потом это всё равно старался спросить. Есть такие люди, кто компилировал самостоятельный гидроль Linux? Ну, честно говоря, я ожидал увидеть большего. Ну, ладно, хорошо. Конечно, жаль, что вы не вкусили этого увлекательнейшего процесса. И притом я специально акцентирую внимание именно ядро Linux компилировать, а не компилировать и собирать всю операционную систему Linux, включая всё её окружение. Ну, ладно, это у нас несколько отступлений. Сейчас посмотрим, что здесь. В данном случае говорят про ядро Unix. То есть, это не ядро Linux, то там было небольшое число таких больших толстых слоёв монолитных. Там не было никакой инкапсуляции. Функции сервиса, представляемые на разных уровнях, были доступны всей системе. То есть, то, о чём я вот только что так подробно говорил, что оно, по-моему, по иерархии, на самом деле этого как бы не было. Ну, и в ядре было просто огромное количество функциональностей. То есть, всё, что только можно и нужно, оно было в ядре. Ну, а современные системы, конечно, более чётко разделены на уровне. Вот ядро Unix, скажем так. Вот, если мы сюда посмотрим, то я специально не подписал, чтобы это было хотя бы более-менее заметно. Но вот ядро здесь, прикладное ПО там, аппаратное обеспечение здесь. То есть, вот это как такая самая простая иерархическая структура, состоящая из вот этих вот классических трёх частей. Прикладное ПО, ядро и аппаратура. Ну, и, собственно говоря, мы вот все превосхитили в следующий слайд. То есть, я об этом уже подробно скажу. Почему? Над ним можно независимо работать, независимо менять, отваживать и всё проше. Вот, ну, более удачный пример такого балурного и своёного подхода – это степ TCP IP. Он просто-таки по классике выполнен. Именно вот в этом по-уровому подходе всё чётко выбрано, все уровни описаны многократно. На эту тему уже куча книжек написано. То есть, и здесь вот это всё действительно работает. И работает здесь. Ну, если всё вот это… Ну, если всё вот это…